За оставленные вещи администрация ответственности не несет, напоминают надписи на табличках в общественных местах. Однако, несмотря на предупреждения, беспечные жители республики зачастую играют на руку преступника. За прошедшую неделю в Мариел зарегистрировано 36 краж, большая часть из которых совершена в общественных местах. Кто виноват и что делать? Подробности в хронике происшествий. Славчиков были похищены ценные вещи на сумму более 180 тысяч рублей. Еще двое жителей республики стали жертвами СМС-мошенников. Полиция рекомендует не обращать внимания на СМС с информацией о том, что вы стали победителем в розыгрыше ценных призов. Так, жители Ишкаралы и Маркинского района лишились более 20 тысяч рублей, поверив аферистам, что они выиграли автомобиль. В обоих случаях потерпевшие получали СМС-сообщение с информацией о победе в розыгрыше автомобиля. На сайте, указанном в СМС, потерпевшие увидели в списке победителей свои номера телефонов. Для получения автомобиля нужно было лишь оплатить 5-процентный налог. Мужчины, поверив в свою удачу, перечислили денежные средства аферистам. Минувшая неделя на дорогах республики выдалась относительно спокойной. Все внимание госавтоинспекторов направлено на предстоящие праздничные выходные. Усиление нарядов будет сосредоточено во всех городах и районах Мариэл, отмечают в ГИБДД республики. Особое внимание сотрудники ГИБДД будут обращать на выявление и пресечение грубых нарушений правил дорожного движения. В первую очередь будут проводиться рейдовые мероприятия и массовые проверки по выявлению нетрезвых водителей. Ежедневно сотрудники ГИБДД задерживают до 10-15 водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Причем немало среди них и тех, кого задержали по информации, поступившей от граждан в дежурную часть ГИБДД. Кроме того, особое внимание сотрудники ГИБДД будут обращать и на проведение мероприятий, направленных на выявление нарушений правил перевозки детей. Поэтому хотелось бы напомнить водителям, родителям, что дети в возрасте до 12 лет должны перевозиться в транспортных средствах при помощи специальных детских удерживающих устройств. Сразу два пожара произошли на минувшей неделе в Мари-Турекском районе. В первом случае объектом возгорания стал частный дом, во втором – надворные постройки. Благодаря своевременной слаженной работе спасателей удалось обойтись без жертв. Редактор субтитров А.Семкин